МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иду, иду! Добрый вечер. 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 Я целый день в департаменте, ты знаешь, какая у меня ответственная работа. Я устала. Я тоже устала. Но сколько раз можно говорить тебе, мне нужна прислуга. Каждый день одно и то же. Даже домой возвращаться не хочется. Однако почему-то всегда возвращаешься, даже после того самого и то вернулся. Это после чего, того самого, о чем ты? После твоего романа Сахиды 20 лет назад. Ну довольно хватит об этом. Ну, пожалуйста, пойми, раньше я могла управляться одна, а теперь мне очень трудно тараке. И вообще, в семье начальника департамента должна быть прислуга. Я уже говорил и не раз. Если ты государственный служащий и не берешь взяток, ты не в состоянии держать прислугу. К тому же, Кадзука тебе помогает. Ну, ты же знаешь, Кадзука скоро приходит замуж. За Хорьей она, к сожалению, уйдет от нас. И тогда все ляжет на мои плечи. Ну, ты посмотри. Ну, посмотри, во что превратились мои руки. Псичека, я же просил. Дай мне чай. Опять дождь, конца ему нет. Завтра обещали хорошую погоду. Есть одна возможность. Возможность? Какая возможность? Я насчет прислуги. Но я не знаю, понравится ли она тебе. Да мне понравится любая, лишь бы она была не больная. Сколько ей лет? Ей 55. 55? Не слишком молодая, но, по-моему, для прислуги очень даже хороший возраст. А как же ее зовут? Зовут? Разве это так важно? Ну, конечно, важно, Тараки. Как ее зовут? Ее зовут Охиде. Охиде? Охиде. Неужели это та самая, что Охиде в Токио? А когда ты ее видел? Она приходила ко мне в департамент. Первый раз? Что? Первый раз после того самого. Да, в первый раз спустя 20 лет. Откуда она узнала, где ты работаешь и кем? Она совершенно случайно узнала. Было интервью в газете со мной. Указана моя должность. Понятно. Ну, и как? Как же она выглядит? Она... Ну, признаться, я не узнал ее. Стоит какая-то старуха в поношенной одежде. Да, она совсем разорилась. Впрочем, вот. Можешь взглянуть. Боже мой, какая старуха. Слава богу, она наказана. Сотри. Сотри. Ну, сотри же, ну. Ну, и что же с ней произошло? Ну, лет 15 назад она бросила того немца. Или он ее? Так вот лет 15-16 назад она бросила того немца. Открылась какой-то ресторанчик, но почти сразу обанкротилась. Потом переезжала с места на место. Что еще? Одно время прислуживала в храме, но почему-то ушла. Вот теперь вернулась в Токио. Одна, без гроша в кармане, родственников нет. И что дальше? Она попросила устроить ее к нам в департамент. Но я сказал, что невозможно, у нас большое сокращение. То есть ты отказал ей? Да, естественно. И вот тогда она сказала, что готова быть даже прислугой. Согласно, работать бесплатно. Лишь бы ее кормили. Я подумал, раз тебе так необходима прислуга, может быть... То есть ты можешь допустить, чтобы женщина, которая использовала тебя, которая надстамихала над тобой, которая тянула из тебя деньги... Да-да, я помню, она тянула из тебя деньги, которая относилась к тебе, как к игрушке, а потом бросила тебя. Господи, это было 20 лет тому назад. Да это для тебя было 20 лет назад. На меня это было, как будто бы вчера. И я этого до сих пор не забыла, слышишь? И я этого не смогу и не забыть никогда. Какой чё я тебе скажу, о чём я мечтала, когда Ахида тебя бросила, хочешь? Нет, я не очень хочу. Я не знаю, о чём ты могла мечтать. А я мечтала, чтобы у тебя вновь, как можно скорее, появилась любовница. Да, даже так, странная мечта. Ну, почему же странная? Просто если бы ты полюбил другую, это бы означало для меня, что ты забыл Ахида. За 20 лет ни разу не случалось так, чтобы ты не ночевал дома. Ты же помнишь, как у поэта сказано, мел на доске остаётся, пока его не сотрут, мел не исчезнет. Да при чём тут мел? Мы с тобой о прислуге говорим. Нет, никакого мела нет. Всё стёрто. Я давно уже во всём рассказывался. Я тебе верен. Я 20 лет тебе верен. Да, верен. Но ты телом верен, а не душой. За эти 20 лет, за дни нашей свадьбы, мы выйдем с тобой счастьем и только два года. А потом появилась она и украла тебя. Я до сих пор не могу понять, ну что ты нашёл в этой содержанке? Ей уже тогда было третий пять лет. Нет, она же была старухой. Тоща. От неё всегда пахло какими-то дешёвыми духами. Да к тому же, любовница немца... Да бросила того немца, я сказал. Слава Богу. Знаешь, я ночами бродила вокруг дома того немца, где ты проводил с ней ночи. А потом и того хуже. Ты и на работу стал ходить из того дома. Помнишь, однажды ты попросил меня, чтобы я принесла тебе туда твой любимый халат. Помнишь? Нет, не помню. Я же сказал, всё стёрто. А я помню. Я принесла тебе твой любимый халат. Ты открыл мне дверь. На тебе была пижама того немца. Ты практически утопал в этой пижаме, потому что немец был таким жирным, а ты всегда был таким худеньким. Я и сейчас такой же. Ты знаешь, ты даже не взглянул на меня. Ты просто взял свой халат и сказал, что предпочитаешь носить свой халат. Я убежала оттуда. Попала под машину. Шофёр меня сбил. Я лежала на тротуаре и только просила его «Ну, пожалуйста, убейте меня, убейте меня». Ну, хорошо, хорошо. Не будем, не будем брать Ахиды. Обойдёшься без прислуги. Только довольна об этом? Довольна. Пепельница, пепельница есть в этом доме? Ты как ты так думаешь? Прости меня. Прости меня. Ну, действительно, зачем нам прислуга, а? Ну, ведь же обходилась я как-то всё время без прислуги, да? Прости меня. Прости. Хочешь выпить? Выпить? Нет. И тебе, я думаю, тоже не следует. Мне нужно немножко успокоиться. Я только одну рюмочку, можно? Ну, хорошо. Только не напейся. Скоро придёт Кадзука, ей ни к чему наши проблемы. Нет, нет. Не волнуйся, всё будет хорошо. 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 Спасибо. 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 Какой дождь на улице Может все-таки выпьешь? Да, пожалуй Кадзука зонт взяла? Да, да, конечно, не волнуйся А в прошлом году был снегопад Сантиметров 10 снега выпало Да, я помню Вспоминаю стихи Куда Исчезли девичьи слезы Туда же, куда и прошлогодний снег На улице так холодно Сыро А дома так хорошо Уютно Успокоилась? Да Мне хорошо А на улице, наверное, уже целые реки дождя Так ты говоришь Что Ахиде Сейчас 55 лет Да, 55 И она не выглядит моложе меня Ну ты же видела, она стала старухой Да, я видела А ты правда считаешь, что бесплатная прислуга Это большая редкость, а? Да это очень большая редкость Тараки А давай возьмем Ахиде То есть как Возьмем Возьмем Ты же только что была против Но мне кажется, что это могло бы доставить нам удовольствие Какое удовольствие? Я бы очень хотела, чтобы у нас было такое зеркало В котором бы отразилось наше с тобой счастье Ты хочешь, чтобы Ахиде увидела, как мы с тобой счастливы? Ведь мы же счастливы, не правда? И что дальше? Дальше? Дальше я не знаю Тараки Давай возьмем Ахиде Впрочем, как скажешь Я думаю, Ахиде обрадуется Иду, иду Бегу Доченька, привет Привет, мам Здравствуйте, Хория Очень рада видеть вас Боже мой, да мы все промокли Давайте, давайте, я вам помогу Трудно остаться сухими под одним зонтиком Правда, Хория? Проходите, Хория, не стесняйтесь А ведь вы Хотели пойти на дискотеку Почему же вы так рано? А мы уже там были Да, лучше бы мы Пошли в другое место Ну, тогда, может быть, мы поужинаем вместе Спасибо, вы уже поужинали в кафе Спасибо Тогда я приготовлю чай Хория Подойди сюда Почему ты не пошел танцевать с Сицука? Потому что она хотела выяснить отношения, а мне это неприятно Но ведь ты был влюблен в меня Это была она влюблена в меня Значит, вы оба любили друг друга Казуха, ну какая ты у меня все-таки ревнивая Простите, Хория, но Очевидно, это моя наследственность Да, ваша дочь Ревнует меня даже к манекину в витрине Казуха Но ведь в витрине Женщина там уже абсолютно голая Папа, не вернулся? А он у себя в кабинете работает Мне пора Да что вы, Хория, ну обсохните хотя бы Вы не волнуйтесь, мне дождь совсем не страшен К тому же завтра утром я уезжаю в Киото В Киото? Да, по делам компании моего отца А на долго, Хория? На два месяца Как же ваше А может быть все-таки выпьешь чаю? Ну я не могу, мне еще вещи надо собирать Вещи надо? Кадзука Ну дай ему свой зонтик Не беспокойтесь Да что, вы вернете, когда вам будет удобно Хорошо Хорошо Я верну зонт, когда вернусь Как только вам будет удобно, не волнуйтесь Надоел Этот бесконечный дождь Всего хорошего Кадзука До свидания, госпожа Всего вам доброго, Хория Мы будем с нетерпением ждать вас До свидания Вы возвращайтесь, пожалуйста Счастливого вам пути Кадзука Что случилось? Он мне надоел Как это надоел? Да Понимаешь, мама? Я уже не думаю о нем постоянно А раньше такого быть не могло Это значит, что скоро я его совсем забуду Ну это просто потому, что слишком затянулась ваша помолвка Мама Две недели назад Это было 11 января Я смотрела в окно, думала о наших отношениях По пустынной улице прошел грузовик Я смотрела ему вслед И когда дорога опять опустела Я вдруг почувствовала, что это душа моя опустела Я поняла, что больше не люблю кори Но ваши отношения продолжаются Продолжаются по инерции Вряд ли в твоем возрасте Ты сможешь понять, что такое инерция Ну почему же, я понимаю? Недавно мы ели яблоки И он срежал кожуру по инерции Целый сантимент Ну просто в детстве его никто не научил срезать кожуру с яблок Какая, какая ерунда Я знаю, но мне Мне было противно Просто у меня очень капризная Очень Не сердись, мама Но в тот момент я поняла состояние Ахиды Когда она разлюбила отца Какие глупости Все началось Когда я поняла, что кори Искренне меня любит Но тогда слово надоел Сюда не подходит, доченька Тебя беспокоит что-то другое Меня ничего не беспокоит Подожди, подожди Ты сказала 11 января А почему ты запомнила именно это число? Кадзука, что случилось? Ничего, мама Просто когда я смотрю на вас С папой Я вижу, как вы несчастны Я не хочу так жить Я хочу себя уважать Неправда мы Мы с твоим папой очень счастливы Жаль, что ты не смогла сделать то, что в свое время сделала Ахиды То есть ты хочешь сказать Что я должна была Бросить твоего отца? Да, мама Он это заслужил Боже мой, что за дикие отношения Между матерью и дочерью Говорить друг другу в глаза такие Такие ужасные вещи Я не знаю, может быть Может быть это и есть настоящая дружба Или вражда Вражда? Чаю хочешь? Нет, спасибо Вражда Я сейчас Вот ты говоришь Вражда Помоги мне, Кадзука Конечно Очень скоро Я познакомлю Тебя, Сахиды Как, она же Да Я тоже думала, что ее уже нет в живых Но Оказывается, она жива И ей уже 55 лет Такая же старая Да Ты ее видела? Нет, но Очень скоро Очень скоро Кадзука Она Будет здесь Как? Здесь у нас? Да Она будет Нашей дырномородной работницей Ничего не понимаю Ты знаешь Недавно она приходила к отцу в департамент Она плакала Говорила, что ей не на что жить И сказала, что она готова работать у нас с прислугой Совершенно бесплатно Ты согласилась? Конечно, Кадзука Представляешь, мы с тобой Избавимся от этой бесконечной уборки Стирки, готовки Нет, нет Ты уверена, что ты действительно этого хочешь? Мы сможем с тобой Прекрасно жить Ни тратим ни гроша Не нужно будет Рано вставать и идти в холодную кухню Не нужно будет готовить отцу завтрак Не нужно будет мыть полы И драйвить окна Ты только ради этого? Ты знаешь, Кадзука Я так давно Ждала такого счастливого случая Счастливого случая? Ты знаешь, Кадзука Я прочитала, что где-то в Персии Есть такой яд Который, если выпить Он начинает действовать только через 20 лет И мне кажется Что я все эти годы Копила в себе этот яд Мама! Я! Я заставлю ее работать Как собаку И когда я смогу насладиться вдоволь Этим ее собачьим существованием Тогда, может быть, воспоминания Прекратят меня мучить А она тогда поймет Что держим мы ее У нас дома только для того Чтобы отомстить Мама, ты несчастная женщина Ты когда-то потеряла себя Из чувства ревности А теперь можешь потерять Из чувства мести Этим, ты ничего не понимаешь Почему она бросила отца? Что? Почему она бросила отца? Я не знаю Знаешь Когда она ушла От твоего отца Он очень долго плакал Он умолял ее, чтобы она вернулась Она сказала Что сказала? Она сказала Только одно слово Какое? Она сказала Надоело? Надоело? Отлично сказано Мама, не вернувайся Мама, не вернувайся Нет, еще Вы заняты? Заканчиваю уборку А торт уже готов Торт! Какой красивый Наверное, вкусный? Да, мама велела приготовить Торт к вечернему чаю Ахиде! Смотрите! Я хотела с вами поговорить Да У меня есть жених Хорик Он, кажется, сейчас в Киото Дело в том, что он Он должен скоро вернуться А я его разлюбила Вы советуете Что нужно делать в таких случаях? Вы же уже говорили эти слова Я тебя больше не люблю Кто тебе это сказал? Мама Понятно Я всегда говорила так Мужчинам И жалости Считала, что Такую операцию Надо делать Как можно быстрее Понимаю Влюбленным Трудно на это решиться А я никогда Не была влюблена Я тоже У вас еще все впереди Нет, мне кажется Я никогда Никого не смогу полюбить Таких счастливых женщин На свете нет Кроме вас? Да Мне многое пришлось пережить Через многое пройти В этой жизни Я никогда не испытывала Любовных мук Самое главное В любви Вовремя уйти Когда вернется Курю Я делаю все Как вы скажете Нет, нет Я не гожусь На роль учителя Я хочу быть на вас Похожим Поймите Он меня любит А я его нет А вы Уверены действительно Что он пылает К вам страстью? Да И он всегда Смотрит на вас С восторгом Да А как вы думаете Когда он молчит О чем он думает Кадзук Кадзук Когда мужчина молчит Есть только два обстоятельства Либо Его душа Рядом с вашей Либо Она за тысячи верст От вас Он меня любит Я знаю Любит У вас есть доказательства Доказательства? Да нет Ну это факт Это не мои фантазии Вероятно Ваша мама пришла Я пойду к себе Ахиды? Да Ничего Торт Уже готов? Готов Готов Господа Покажите Пожалуйста Вот Боже мой Какой Нехрасивый А вот Эта вот Кремовая линия Она похожа на червяка А это что такое? Это же Это же выглядит Как ошметки Я полагала Что благодаря вашим Бесчисленным связям С иностранцами Вы хотя бы научились готовить Но оказывается Я ошиблась Только продукты Перевели Извините Госпожа Я мечтала Уготить сегодня Своего мужа Вечером тортом Но по-моему Вот это ему Показывать нельзя Госпожа Извините Ну и что же мы будем делать? Не выбрасывать же Придется его съесть Дайте-ка мне нож Пожалуйста Так Вот эту половину Я отдаю вам Фу Это сливчиков много Ну я полагаю Вы специально сделали торт Таким уродливым Чтобы съесть его самой Не так ли? Ну что же вы стоите? Ешьте Не стесняйтесь Хорошо Позвольте Вкусно? Да Вкусно Ну конечно вкусно Когда сама печешь Еще ешьте Еще Нет достаточно Нет Еще ешьте Слышите? Еще Благодарю вас Все Все еще вкусно? Да Да Госпожа Вкусно После того Чем мне приходилось Питаться Последние пять лет Это кажется Особенно вкусно Ну вот это Едайте До конца У вас Плохое настроение У меня всегда Плохое настроение Когда я вас Пишу Я знаю Когда вы на меня Злитесь Мне всегда Хочется Помочь вам Сохранить Достоинство Что? Что вы только что Сказали? Странно Но я до сих пор Возбуждаю Низменные желания Почему-то Как у мужчин Так и у женщин Даже у женщин? Да, госпожа Я уже привыкла Женщины смеялись Надо мной А их глаза Становились злыми От зависти А мужчины Смотрят на вас Жалостью И презрением Нет, госпожа Мужчины Смотрят на меня И смотрели С вожделением Это все В прошлом Ахида Неужели вы не понимаете Что это все В прошлом А теперь Ну вы посмотрите На себя Вы же старая Невочная Жалкая И никому Не нужная Позвольте Закончить уборку Ахида Ахида Я кажется Вас поняла Ну конечно Вы же Вы же женщина И наверняка До сих пор Хотите нравиться Правда? Ха-ха Как же я раньше Не догадалась А вы посмотрите На себя В зеркало Подойдите К зеркалу А теперь Посмотрите На себя Я Много лет Не смотрю На себя А я вас прошу Чтобы вы Повернулись К зеркалу И посмотрели На себя А ну-ка Откройте Глаза Не хочу Не хотите Вам наверное Просто противно Видеть свое Отражение Ну хорошо Я вас сейчас Немножко Загримирую Садитесь И тогда Вы сможете Посмотреть На себя В зеркало С меньшим Отвращением Так Так Сначала Сначала Я положу Вам На лицо Светлую Пудру Конечно Она Она перекроет Этот ваш Ужасный Землистый Цвет Лица Она сможет Закрыть Ваши Эти мерзкие Жуткие Морщины Они же Они же Как рытвины Так Еще Толще Слой Чтобы Ничего Никому Не было Видно Вот Это же Другое Дело Такое Впечатление Что я Гримирую Невесту А теперь А теперь Я вам Подведу Стрелки На глазах Так как Вы Наверняка Раньше В молодости Делали Я сделаю Это Толстым Слоем Вот так Вот Вот так Вот Толще Толще Ну что Это же Совсем Другое Дело Вот так Линии Бровей Особенно Подчеркивают Вашу Покладистость А теперь Губы Губы У вас будут Красного Цвета Они будут Кровавые Как все Что вы Делаете Я выбрала Самую яркую Помаду Так Такое Впечатление Что вы Только что Напилить Свежей крови Ну вот Это же Совсем Другое Дело Боже мой Боже мой Какая Красавица Я просто Никогда Не видела Такой Красоты А ну-ка Посмотрите Теперь На себя В зеркало Ну-ка Посмотрите Я Давно Забыла Запах Пудры И много Лет Не пользовалась Косметикой Но я Всегда Знала Что Мой Последний Грим Будет Именно Таким Ты видишь Мама Ахиды Никогда Не будет Побежденной А ты Давно Смотрелась На тебя В зеркало А что Да у тебя Синяки Под глазами Невозможно Смотреть Тебе Погазалось Кадзуха Кадзуха Девочка Моя Кадзуха Кадзуха Прошу А вы Убирайтесь Сейчас же На чердак Я хочу Чтоб вы Убрали там Все Там давно Не было Уборки И там Очень много Пыли Грязи И таркан И постарайтесь Управиться До ужина Слышите До ужина Ничего Ничего Бог Велел Никого Не проклинать Я Я это Заслужила Заслужила Я Сама Виновата Так Сама Виновата Сама Виновата Сама 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 Виновата Сичеко! Сичеко! Госпожа только что ушла. Что у тебя на лице? Ваша жена меня загримировала. Понятно. К сожалению, я ничего не могу сделать в твою защиту. Не беспокойтесь, хозяин. Жизнь в вашем доме – это мое испытание. Бог мне послал вас, заботливого хозяина, вашу жену, которая издевается надо мной. Все от Бога. Если даже мне придется исполнить самое унизительное поручение, я сделаю это с радостью. Это моя работа. Мой долг. Мне тяжело это слышать. Но мне кажется, ты говоришь не все. Не все, господин. У вас усталые руки. Позвольте, я сделаю вам шуацу. Да, пожалуйста. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Ты очень изменилась с тех пор, как вошла в наш дом А помнишь тот день, когда я попросил разрешения прийти к тебе? Никогда не забуду Я лежала на шезлонге На подоконнике стояла красная клетка Я слушала, как поет канарейка Да-да Красная клетка И ты в красном кимоно Воспоминания страшные вещи Такая же страшная, как я теперь У тебя было необычайно красивое лицо Я видел много женских лиц, но Я никогда не встречал столь совершенных черт, как у тебя в молодости Позвольте другую Когда в то время вы мне делали массаж И что? Я знала, что наступит время И массаж я вам буду делать Я Охида! Охида, ну сколько раз вам можно говорить Чтобы вы поднялись на чердак и начали там уборку Вы должны управиться до ужина Ну и что вы здесь делали? Зачем ты отправил ее на чердак? Ну как, чтобы она убрала там? Там давно никто не убирал Там огромное количество пыли и грязи А ты не находишь, что с этим макияжем она похожа на крокодила? Женщине тяжело работать на крыше Да что ты, у нее же золотые руки Она совсем справится Какой красивый торт Пожалуйста Отрежь мне кусочек Хорошо, я сам отрежу Как вкусно У тебя получился замечательный торт Этот торт Пекла Охида Да? Какая разница, все равно очень вкусно Да у тебя просто У тебя просто испорченный вкус Да Да, ты просто не знаешь Что такое вкус горечи Ты знаешь только сладость Сладость этой жизни Боже мой, я только сейчас поняла Почему ты пригласил к нам в дом Охида Да ты же сама, ты сама так решила Причем здесь я Тебе нужна была прислуга И у тебя все это время Постоянно Хорошее настроение Ты улыбаешься наконец-то Да Ты думаешь, я ревную Да что ты, ревноваться Ревновать к такой старухе Но я поражаюсь твоей хитростью Ты специально Специально хочешь Чтоб я играла роль злой Злой хозяйки А сам А сам хочешь В ее глазах Остать-то великодушным Не сходи с ума Зачем этот грим Перестань издеваться на день Злой хозяйки Да-да Да, господин Курихара Нет-нет Никакой ошибки быть не может Позвольте, я как начальник отдела Я могу вас заверить Никакой ошибки быть не может Да, конечно, хорошо Обязательно я еще раз Проверю этот файл Всего доброго Ну что, а вымокло, да? Я с дождь только начался А где мама? Всегда брать с собой зонт Что мама? Мама на чердаке Что она там делает? Ничего не делает Она следит за Ахидой Ахидой убирается там У тебя что-нибудь случилось? Нет, а что? Утомленный вид Экзамен на субботу и приходится А, я уж думал Поссорились в хоре С какой стати? Как я могу с ним? Прекрасно, прекрасно Я очень рад, что у вас все хорошо Как я могу с ним поссориться Если он до сих пор Киото То есть, как Киото Он сказал, что неделю как вернуться Ты его видел? Да, сегодня утром Уголадь департамент Он как раз садился в свою машину Хоре в Токио? Я думал, ты знаешь Разве вы не встречались? Нет Но он звонил тебе? Нет А когда он звонил тебе в последний раз? Папа, я не хочу с тобой об этом говорить Хорошо, но вы все-таки Некоторым образом помолвлены Я давно к нему Равнодушна Да, мне мама что-то подобное говорила Он тебе что-то сказал? Нет, мы поздоровались Сказал, что рад меня видеть И что непременно должен вернуть долг Долг? Какой долг? Не знаю Я не понял Его машина уже тронулась И... Что с тобой? Ты плачешь? Нет Я же тебе сказала Он мне безразличен Я просто жду Удобного момента Какого такого момента? Я должна расстаться с Коби? Не плачь, не плачь Я не плачу Жаль, что мама не смогла сделать то, что смогла сделать Ахиды Она должна была тебя бросить Тогда тебя не было бы Вот Вот поэтому я должна бросить Хори Я думала Я думала, что он мне надоел А мне надоела его пальш Я всегда ее чувствовала Даже когда он смеялся Как странно, а? Ты говоришь, как твоя мама Как жена, уставшая от долгой семейной жизни Может быть, ты думаешь, что Хори... Броши он меня! Нет Это я его брошу Да, я буду свободней Захочу, буду ходить босиком по мягкой траве А захочу Вымер путь аскета, усыпанный шипами, роз и горячими уголами Не смотри на меня Наша история отношений сходит Так же банально, как и ваша Мама Ты умная девочка Что случается крайне редко Да Не глупа Но... Но ты рассуждаешь так, как будто Не любила его никогда Я его больше Не люблю Правильно делала Ахиды, что никогда никого не любила Никого? Да Она сама тебе так сказала? Да Ахида Идите за мной Быстрее, быстрее Ставьте здесь, не видится Поднимайтесь выше Выше, выше Еще выше И застаньте мне, пожалуйста, вон эту коробочку Наш дом так изменился Стал, как чужой После того, как ты столкнула Ахиды с лестницей и просила у нее прощения за это Я так рада, что ты наконец-то уезжаешь на каникулы Жарко Да Зависимость Это ужасно А я уже так привыкла Ничего не делать Ахида захватила всю власть в доме Мы даже не знаем, где что лежит Она и стирает И готовит И убирает И ходит за продуктами Ой, как жарко Когда отцу нужен галстук Только Ахида может подобрать нужный к его костюму И все Бесплатно Ты знаешь, Каджука Я боюсь, что эта женщина Становится незаменимой Незаменима? Это слово пугает меня Когда она первый раз Копала к нам в дом Я думала, что она будет во всем Во всем зависеть только от меня Но Ахида удалось перехитрить всех нас И теперь, если она исчезнет Наш дом рухнет И мстить Бесполезно Смешно Когда ее нет рядом Мы абсолютно беспомощны Когда я умолила Ее остаться Только мне кажется, что я попала в ловушку Раньше я не испытывала к этой женщине Ни жалости, ни сострадания Одну только ненависть А теперь А теперь моя ненависть Куда-то летучилась Потому что Ахида Удалось проникнуть ко мне в душу Ей удалось Усыпить Мои чувства Как хорошо, что я завтра Уезжаю отсюда Да В горы Я тоже Всю жизнь мечтала Уехать в горы И чтобы Оттуда подняться на вершину Самой высокой горы И увидеть Море В глубокое синее море Мешает У тебя же Все в порядке Нет никаких проблем Нет никаких проблем Но самое страшное, что у меня нету Никаких желаний Кадзука Боже мой Мам, какая жара Мамочка Ну как раз сейчас Ты можешь поехать на море Ведь дома Все в порядке У тебя замечательная прислуга У нее золотые руки Чем же ты недовольна Зачем не быть довольной Кадзук Тем, что я 20 лет Жила с зависимости от чувства Ревности Чувства лести Да тебе нравится быть зависимой Да ты посмотри на себя А что? А у тебя очень плохой цвет лица Сессия была трудной Нет Я знаю, что делать от меня в учебе И ты постоянно трешь виски Я заметила Я думаю, что тебя беспокоит что-то другое Ты намекаешь на Хори? Нет Я не думаю о нем Я даже во сне его не вижу Есть два факта Первый Хори бросил меня Второй Я разлюбила Хори Между первым и вторым Нет никакой связи Как между землетрясением в Индонезии И плохим урожаем во Франции Послушай меня, доченька Когда мужчина уходит Он прекрасно знает Что пощечины Порой гораздо более действенны Чем поцелуй Даже самый-самый нежный Рано есть рано И эту боль Забыть невозможно Если ты действительно любишь Хори Я думаю, очень скоро ты поймешь, что эта рана Не затянется никогда Какая разница Затянется или не затянется Я что, не могу просто вспомнить о нем? Ты прямо как твой отец Помнишь, несколько месяцев назад Охиды испекла торт, помнишь? И отцу он тогда очень понравился А я, естественно, ужасно обиделась Потому что торт-то пекла не я А он сказал Какая разница Все равно вкусно Вы случайно не знаете, где мой веер? Какой? Который мне привезли из Пекина Из черного дерева Из Пекина? Черное дерево? Сейчас Нема, Ракет? Нема Эта? Да Благодарю вас Как быстро Ваша Ракетка А я Пойду, пожалуй Полюбуюсь Садом Я приготовила вам чемодан к отъезду Хотите посмотреть? Нет Вашего отца Нет еще дома Наверное, он опять со служивцами на вечеринке Где-нибудь В прошлый раз она была В речном ресторанчике Раньше По реке Ходили и на реке стояли Маленькие катера На которых можно было вкусно Поесть, повеселиться Когда я жила С господином Германом С этим жирным немцем Однажды Однажды летней ночью Он пригласил меня На катер Есть такая примета Когда катер проплывает Поплывает по реке Под мостом От зума Надо успеть Надо успеть Тридцать два раза Клопнуть в ладоши И тогда мечта сбывается Молодые гейши Всегда пытались Сделать это Слишком простой способ Осуществить мечту Да, легко Всего тридцать два раза Если не натружены руки Наверное Ваш отец Пришел Добрый вечер Проходите Вы меня не знаете Но я очень хорошо знаю Господина Таранаки И его жену Госпожа Только что вышла Проходите Может быть вы подождете Не совсем нет времени Я когда-то брал зонт Тогда шел Сильный дождь Да Прошлая зима Была очень дождлива Простите Простите Алло Да, дорогая Да Я скоро освобожусь Я на работе Буду минут через тридцать Да Давай закажем столик Да В том самом месте Все Целую До встречи Пока Пока Так вот Я взял зонт И хотел его отдать Но все Как-то не было времени И Передайте Пожалуйста Зонт И мою Благодарность А может быть Вы хотите Еще что-нибудь Передать Нет Больше ничего А может быть Кадзука Хотела бы Я вас Очень прошу Не говорите Пожалуйста Кадзука Что я был здесь Ну Скажите Что я передал По своему поручению Я не представился Моя фамилия Накаяма Хори Накаяма Сегодня Очень жарко Особенно вечером Всего хорошего До свидания Кадзука Узнали его раньше Нет Вы мне сами Показывали его Фотографию Кадзука Вы До сих пор Не можете Забыть его Да Это моя Беда Когда-то Вы сказали Что хотите Быть похожи На меня Я Сделаю Все Что в моих силах Чтобы помочь Вам И поверьте Никто Никогда Не узнает Что вы До сих пор Любите Холи Да Кто вы такая Вы никогда Не любили Не волнуйтесь Вы не знаете Что такое Боль утраты Успокойтесь Успокойся 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 Не могу рядом с ней находиться Я вижу, как она смеется над нами Она специально пришла в наш дом Чтобы оскорбить наши чувства Что такое страдание ей неведомо Мама Она распортала твою единственную цель в жизни Мстить ей Я только сейчас, понимать Я и не знала, что мы так похожи Мы теперь с тобой во всем заодно Ты серьезно, Кадзука? Да Мы должны выгнать Ахиды Пока она окончательно не разрушила нашу душу Выгнать? Выгнать Но ведь тогда нам придется снова заниматься Томашним хозяйством Если ты это сделаешь Я никуда не поеду Я буду тебе помогать Но Но это совершенно невозможно Я уже привыкла ничего не делать Мама Я не смогу забыть Хори Пока она в нашем доме Боже мой, девочка моя Девочка моя Ну почему же я думаю всегда только о себе Мне нужно думать теперь о тебе Прости меня, доченька 20 лет я была ужасной матерью Опять дочь Такой сильный дурь А вон и твой отец идет Ты иди к себе Иди к себе, успокойся Мы сделаем все, что ты хочешь Все будет так, как ты хочешь Только успокойся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ты устал? У вас была вечеринка? Нет, просто решил пройтись А что так? Господин Курихара назначен начальником отдела нашего департамента Я скоро должен буду идти в отставку А что же теперь будет, Тараки? Не знаю, надо думать Что это такое беспорядок? Случилось что-нибудь? Нет, нет Не волнуйся, ничего не случилось Тараки Тараки, просто Мне нужно поговорить с тобой Да, о чем? А как вдруг Опять о ее несчастной любви? Нет На этот раз дело касается Охиды Охиды? Да Ты знаешь, с виду наша дочь Производит впечатление Очень Очень сильного человека Но на самом деле Она совсем другая Она Она очень уязвима, понимаешь? И вряд ли ты в этой жизни найдешь Сможешь найти человека Который был бы еще Еще более раним Не понимаешь? Ну, почему? Я встречал таких Да ты о ком? О тебе, конечно Да я сейчас говорю О нашей дочери Так в чем дело? Козука страдает Она до сих пор страдает Из-за того, что хоре Ее бросила Ахиды Ее постоянно нервируют Хорошо, ты выгонишь Ахиды И что будет с нашим домом? Мы Мы будем снова Заниматься Сами домашним хозяйством Да вы же ничего не умеете Вы даже не знаете Где что находятся Мы справимся, Тараки Завтра будет Такой беспорядок Я уверен, что Завтра ты Скажешь совсем другое Нет, Тараки Мы твердо решили Мы справимся И сейчас мы должны Спасти Нашу дочь И мы больше не нуждаемся В бесплатной прислуге Слишком Дорого Я должен поговорить с Ахиды Позови ее Хорошо Я сейчас же ее позову Ахида Ахида Ахида, ну где же вы? Ахида Кадзука Кадзука, ты не видела Ахида? Нет Папа на все согласился Ахида 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 Охида Охида Нигде нет Она исчезла Субтитры сделал DimaTorzok